В середине марта дорожные службы начали ямочный ремонт дорог. По словам начальника дорожного участка ДЭПа, ремонт обещали закончить в течение 10 дней. Сейчас конец марта, но качество асфальта на проезжей части видно невооруженным глазом. То здесь, то там зияют маленькие и большие ямы, а машинам приходится их объезжать, чтобы не повредить колеса и подвеску. В ГИБДД есть специальная структура, которая следит за работой дорожных служб. К нашей компетенции относится вопрос контроля за обслуживающими организациями, то есть непосредственно в нашем городе это является дорожное эксплуатационное предприятие. Соответственно, у нас есть такое направление, инспектор дорожного надзора. Соответственно, он занимается контролем за данными организациями, соответственно, принимает меры в данных ситуациях, если что-то такое происходит. Инспекторы дорожного надзора ежедневно проверяют состояние дорог, рассматривают обращения граждан. В случае, если ДЭП несвоевременно ремонтирует выбоины на дорогах, организации объявляют предостережение. По словам заместителя командира отдельного взвода ДПС Андрея Мартышкина, сейчас состояние дорожного асфальта оценивают как удовлетворительное. ДЭП уже занимается устранением данных выбоин. Соответственно, у них там асфальтный завод запустился на этой неделе. В принципе, я думаю, устранят в короткие сроки все недостатки, которые имеются. Если автомобиль попал в яму и получил повреждение, или если авария произошла из-за объезда асфальтовых выбоин, кто виноват – водитель или обслуживающая организация? В ГИБДД нам пояснили, что вину в этих случаях они не устанавливают. В вопросе разбирается инспекция дорожного надзора. В данном случае гражданин должен вызвать наряд ДПС. Соответственно, они должны выехать на место, замерить данную выбоину или дефект в дорожном полотне. Ну и, соответственно, уже в свою очередь гражданин должен добросовестно явиться в ГИБДД для оформления данного ДТП. Ну и, соответственно, уже потом предъявлять претензии организации обслуживающей, то есть дорожному эксплуатационному предприятию. Напомним, что в апреле с установлением теплой и сухой погоды ДЭП планирует фрезеровать ямы на дорогах и сделать более качественное асфальтовое покрытие. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24.